Рубрика «Уполномоченца верить» представляет Нотариальная палата Пермского края. Сегодня четверг и традиционно гость в нашей студии нотариус сегодня с Марией Барониной обсудим самые важные изменения в этом году, которые произошли в нотариате. Мария, доброе утро. Доброе. На ваш взгляд, самые важные изменения? Ну, наверное, можно выделить два, и оба они будут связаны с электронными технологиями. Первое, летом был принят законопроект, который защищает наших граждан, от утраты их недвижимого имущества, когда мы с вами обсуждали, хулиганы украли, используя поддельную электронную цифровую подпись. Сейчас таких возможностей не будет. И второй момент. Буквально на днях 17 декабря в третьем чтении был принят так называемый законопроект об электронном нотариате. Сейчас многие нотариальные действия нотариус может делать в электронном виде, и непосредственно гражданам приходить в нотариальную контору будет не нужно. То есть они вообще могут не выходить из дома, сидеть за компьютером и все документы оформлять, не приходя к нотариусу? Ну, к сожалению, для некоторых граждан не все документы можно будет оформить удаленно, а только те, когда нотариусу нет необходимости устанавливать действительную волю и волеизъявления. То есть что это может быть? Вас кто-то оклеветал в интернете. Вы можете зафиксировать эту информацию, обратившись через портал госуслуг или через единую информационную систему нотариата, и нотариус сможет моментально практически зафиксировать, что эта информация сейчас есть в интернете. Потому что вы знаете, что как быстро появилась, так быстро может исчезнуть. А дальше, чтобы в суде можно было доказать свою правоту, необходимо зафиксировать, что это сейчас есть на этой площадке. Следующий момент. Нотариус, если обладает знанием разных языков, он может переводить документы. И этот перевод тоже можно оформить, не выходя из дома. Следующий момент. Если от вас бегает тот, кому вы должны денег, а вы не хотите ему оказаться должны больше, ну там пени, проценты, штрафа, вы точно так же можете, не выходя из своего дома, так же, как онлайн-банком вы пользуетесь, вы можете денежные средства внести на депозитный счет нотариуса. И для этого тоже никуда выходить не нужно. Мария, а что значит защита электронной подписи, о которой вы только что рассказали? Ну вот, что касается электронной подписи, это первый законопроект, который был принят летом. Сейчас каждый гражданин может подать заявление в управление Росреестра и написать заявление. Я согласен, что с использованием моей электронной подписи будут совершаться сделки. Если сам он хочет подписать договор, допустим, удаленно со своим контрагентом, ну там один в Москве, другой в Петербурге, используя свою простую электронную подпись. Но следующий момент, который предусмотрел наш законодатель, если люди хотят гарантии, защиты, они также, используя свои электронные подписи, могут обратиться к разным нотариусам, либо не имея электронной подписи. Точно так же один может, продавец, прийти в Москве, покупатели здесь у нас в Перми, и могут заключить договор, находясь в разных нотариальных конторах, используя свою обычную подпись, либо свою обычную или простую электронную подпись. И два нотариуса свяжутся между собой. Вы сможете пообщаться, увидеть друг дружку на экране, да, как мы видим вас. Вы видите нас, а мы видим с вами друг друга. И все свои договоренности зафиксировать как на бумаге, так и в электронном документе. И нотариусы уже передадут эти документы на регистрацию в органы Росреестра. И никаких мошенников здесь уже, конечно, быть не может. То есть я правильно понимаю, человек один раз приходит, дает разрешение на использование своей электронной подписи, и либо он должен делать это периодически, там раз в год, раз в пять лет? В зависимости от того, что он хочет совершить. Хочет он купить или хочет он продать. Если у него есть недвижимость, но 10 раз он продать, конечно, ее не сможет. Он сможет ее продать только один конкретный раз, да, одному покупателю. Если же речь идет о покупателе, то, наверное, он может подать один раз такое заявление. Но в целях безопасности органы Росреестра и органы Роскомнадзора не рекомендуют подавать такие заявления, такие многократные. Да, чтобы конкретный случай был у вас зафиксирован. Исключение, опять-таки, если вы заключаете договор в нотариальной форме, снимать запрет на использование вашей электронной подписи не нужно. Потому что нотариус здесь установит вашу личность, что именно вы пришли со своей электронной цифровой подписью. Мария, как вы считаете, все эти законы изменения, они на пользу гражданам? Стало удобнее? Ну, все мы с вами привыкли к электронным технологиям. Они сокращают время нахождения в разных инстанциях. Если раньше нужно было самому пойти собрать кучу всяких разных справок, нотариус сейчас сам не вставая со своего рабочего места, все в электронном виде закажет, получит, проверит вот эти электронные документы, проверит онлайн-ресурсы. И вам нет ни временных, ни денежных затрат. Потому что все эти органы нам, слава богу, отвечают бесплатно. А если сам человек хочет перепроверить эту информацию, он должен будет за нее заплатить определенные денежные средства. То есть это экономия и времени, и денег. Когда нотариус отправляет документы на регистрацию, вы точно так же экономите свое время и деньги. Нотариус передает документы на регистрацию бесплатно. Плюс на текущий момент вы экономите госпошлину 30%. Ну, что тоже немаловажно. Мария, спасибо большое, что пришли. Подвели с нами эти итоги уходящего года в работе нотариата. Спасибо. А я напоминаю, что мы поговорили о том, что значимого и существенно произошло в этом году в работе нотариата.